Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Работы в России полгода. Уровень безработицы летом был на 2% выше, чем годом ранее. 6,3%. Самая тяжелая ситуация в Ингушетии, Туве и Чечне, где без работы сидело 30% экономически активного населения. Кировская область на 29-м месте в стране с уровнем безработицы ниже всероссийского на 0,7%. Лучше всего с работой в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и в обеих столицах. Программа Экономика. Кировская область потеряла лидерские позиции по производству молока. Регион уступил первое место в Приволжье, Пензенской области. Об этом сообщает Кировстат. В Пензе на корову приходится почти 6,5 тысяч килограммов молока. В Кировской области на 500 меньше, несмотря на рост производства за год на 5,7%. Экономика. На 101. Начальник КТК ушел из-за проблем с перекапыванием города. Это признал директор Кировского филиала «Т-Плюс» Сергей Береснев на заседании комиссии Гордумы по транспорту и ЖКХ. По его словам, есть недоработка со стороны КТК, поэтому на сегодняшний день руководителя КТК нет. Так, Береснев заявил в ответ на замечание о том, что Кировская теплоснабжающая компания допустила, что один из подрядчиков по перекладке теплосетей, компания «Экосистем», ведет работы без разрешения, не заботится об обеспечении освещения, ограждении мест раскопок, как и о качественном восстановлении дорог. Береснев пообещал, что этого подрядчика в городе больше не будет. Доначисления со стороны налоговой выросли на 86%, при том, что в целом по стране ФНС вдвое снизило размер налоговых претензий к бизнесу в первом полугодии 2020 года. При этом есть регионы, где отмечен рост в разы, например, Амурская область, где размер доначислений вырос на 170%. По мнению директора аналитического департамента Альпари Александра Разуваева, который публикует бизнес-новости в Кирове, налоговые наиболее активно в депрессивных регионах. Для пополнения небогатого бюджета принимаются максимальные усилия. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM